Вести Карачаева, Черкесия В ходе состоявшейся двусторонней встречи главы Карачаева, Черкесии, Рашида Тимрезова и председателя правительства Мурата Аргунова обсуждались текущие вопросы социальной экономики. Прежде всего, это исполнение бюджета республики, формирование его доходной части и выполнение расходных обязательств. Главное, что подчеркнул Аргунов, по всем расходам обязательства выполняются, приоритет отдается социальным расходам, мерам поддержки различных категорий граждан и субъектам бизнеса в новых экономических условиях. Отмечено также, что по реализации мероприятий в рамках нацпроектов оставаний нет. Делегация из Карачаева, Черкесии приняла участие в церемонии инаугурации избранного президента Южной Осетии. Заместитель председателя правительства республики Дженебек Суюнов и министр имущественных отношений Роман Баскаев поздравили избранного президента республики со вступлением в должность, отметив, что сложившиеся между республиками дружеские отношения, основанные на принципах добрососедства и взаимовыручки, будут только крепнуть. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе смогут учителя со стажем не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В этом году сельхозтоваропроизводители Республики планируют собрать рекордный урожай зерновых колоссовых. Нынешний год обещает быть для российских аграриев не самым простым. Ведь практически все импортные семена и технологии приходится буквально на ходу заменять на отечественные аналоги. Тем не менее, полевые работы по посадке озимых в Карачаево-Черкесии практически полностью завершены. На полях одного из ведущих сельхозпредприятий Республики, Кубани, практически полностью завершены все полевые работы. Аграриям предстоит вторая химическая прополка озимых культур. Число заболевших коронавирусом за сутки в Карачаево-Черкесии достигло рекордно низкого показателя, отмечавшегося в регионе в первые дни начала пандемии в позапрошлом году. По словам начальника отдела организации медпомощи взрослому населению регионального Минздрава Белы Бачаевой, выявлено всего лишь пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Аналогичное число заражений отмечалось 8 апреля 2020 года, то есть в первые дни пандемии больше двух лет назад. Бачаева считает, что республика достигла определенного коллективного иммунитета. Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев принял участие в заседании Совета министров туризма Северокавказского федерального округа, прошедшем в Москве и нацеленном на обсуждение планов по реализации совместной дорожной карты. Этот неформальный коллегиальный орган был сформирован при подписании регионами Северокавказского федерального округа и Адыгеи соглашения о сотрудничестве в сфере устойчивого развития туризма в апреле текущего года в Дагестанском Дербенте. Первым общим проектом стала совместная пресс-конференция, которая прошла в пресс-центре ТАСС и была посвящена открытию большого летнего туристического сезона этого года. Курорт Архэс перешел на летний режим работы. Открылась экологическая тропа романтиков. Доступен подъем к смотровой площадке на канатной дороге «Млечный путь». Снова можно взять в прокат велосипеды, готовиться к открытию веревочный парк. Об этом рассказала пресс-секретарь акционерного общества «Кавказ.РФ» Татьяна Поздеева. Мы рады объявить, что Архэс открыл сезон горных походов. Конечно, наш курорт всесезонный, поэтому переход в летний режим – это такое символическое для нас событие. И своеобразной точкой отсчета стало открытие после зимы нашей экотропы, тропы романтиков. Это самый доступный для гостей маршрут. От верхней станции канатной дороги «Млечный путь» можно спуститься на 4 километра вниз по хвойным лесам через Альпийские луга, вернуться к поселку Романтик. Тропа относительно простая. Можно гулять всей семьей с любым уровнем физподготовки. Мы ее рекомендуем обычно для первого дня отдыха, для знакомства с курортом или в качестве разминки перед походами выше, дальше. Это такой пробник горных походов. Если понравилось, можно смело идти дальше, к Софийским, Дукинским озерам, к перевалу Федосеева и дальше. Всю экипировку основную можно взять в прокатах курорта, найти проводника. В общем, летние горы Архиза снова зовут. Надо идти. В рамках празднования Дня российского предпринимателя сегодня в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» республиканской столицы состоится награждение предпринимателей Карачаева Черкесии. Ежегодно 26 мая предпринимательское сообщество России празднует День предпринимателя. Это один из самых молодых праздников, который отмечается в стране с 2008 года. По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в Черкесске стартовала акция «Одна страна – общая культура». Во Дворце культуры республиканской столицы и электронной библиотеки оборудованы площадки для сбора взрослой детской литературы на русском языке. Комментирует информацию пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фатима Мидова. Да, возможно, книги не входят в списки жизненно необходимых вещей, но в библиотеках и школах Донбасса наблюдается дефицит русскоязычной литературы. Поэтому так важно вернуть жителям возможность жить, учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде. Приглашаем всех желающих принять участие в акции и принести книжные издания в пункты сбора, которые находятся в Черкесске. По адресам улица Гутикулова, 2Б на базе Дворца культуры и улица Ставропольская, 40 на базе электронной библиотеки. Можно не просто передать книги, но и вписать на фарзац или авантитул пожелания, приветствия, слова поддержки. Все собранные книги «Единая Россия» доставят в библиотеки Луганской, Донецкой и Народных республик, а также беженцам, которые находятся в пунктах временного размещения. В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль воздушных шаров. Мероприятие будет организовано региональным интуризмом в рамках празднования столетия республики. В фестивале примут участие две сотни человек из различных регионов России и более 100 тысяч зрителей. Помимо этого, в юбилейном году также планируют провести чемпионат России по маунтинбайку и гастрономический фестиваль праздника Ирана, который традиционно состоится на территории туркомплекса «Медовые водопады». В республике под девизом «Я помню, я помогаю» проходит всероссийская акция «Красная гвоздика», в рамках которой распространяются памятные значки. Все средства от их продажи пройдут на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, проживающим на территории России. К акции уже присоединились сотрудники правительства Карачаева-Черкесии. Приобрести значки «Красная гвоздика» можно у волонтеров «Добргориц. Серебро» до 22 июня текущего года. Военные песни и на языках народов республики прозвучат в рамках проекта «Фронт-Офф. Жизнь за пределами войны». Принять участие в нем смогут дети от 12 до 16 лет. Конкурс продлится до 1 июня. Подробности сообщила начальник информационного отдела Государственной филармонии республики Динара Карданова. В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в 12-16 лет. Они должны перевести одну из военных песен, кроме «Темной ночи» и «День победы» на один из четырех субъектов образующих языков Карачаева-Черкесской республики, Карачаевский, Черкесский, Абазинский или Ногайский и направить текст на телефонную почту. Эти две песни будут переведены нами и они будут завершающими песнями концерта. Их будут петь на всех пяти субъектах образующих языках. В результате конкурса будут выявлены 8 победителей, которые смогут принять участие в завершающем концерте проекта и спеть в дуэте с популярными артистами Карачаева-Черкесской республики, солистами Государственной филармонии. Конкурс уже объявлен, проводится с 14 апреля до 1 июня. Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте Государственной филармонии. Студенты Карачаева-Черкесии примут участие в студенческом стартапе. В рамках конкурса будет определена 1 тысяча победителей, которые получат грантовую поддержку на развитие своего стартап-проекта в размере 1 миллиона рублей. Студентка второго курса Института филологии Карачаева-Черкесского государственного университета Лейла Хасанова рассказала, что она и ее команда уже готовят свои проекты для подачи заявок на конкурс. Мастер-классы по актерскому мастерству и сценарному делу состоялись в Карачаевске в рамках реализации проекта победителя конкурса фонда президентских грантов «Легенды и сказания Карачаева-Черкесии». Подобное же мероприятие пройдет и в республиканской столице. На них жители региона смогут познать азы профессии актера и испытают на себе некоторые приемы актерской игры, узнают, как пишутся настоящие сценарии, с чего нужно начинать, если появилась идея, и как писать сценарии для национального кино. Наиболее активные участники смогут стать частью команды и принять участие в съемках пяти короткометражных художественных фильмов на национальных языках уже этим летом. Республиканская детская библиотека имени Сергея Никулина 27 мая в 16.00 приглашает всех желающих стать участниками Библионочи – традиции народов Российской Федерации. В этом году мероприятие посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия России и столетию образования нашей республики. Подробности сообщила заместитель директора библиотеки Ольга Коргинова. Посетители библиотеки в этот вечер ждет интересная разнообразная программа. Это будут традиционные для библиотеки познавательные мероприятия, а во-вторых, разнообразные мастер-классы. Заслуженного художника Карачаева Черкесии, скульптора Аминат Алиевой, хореографа заслуженного артиста Алексея Багаева, студентов отделения декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств имени Даурова. Мастер-класс по робототехнике специалиста центра By Smart School. Дети смогут порисовать песком, мастер-класс песочное шоу. Нетрадиционная техника раскрашивания флага. Кроме того, смогут познакомиться с работами фотохудожника Андрея Николаевича Пинкина. Знакомьтесь, Карачаева Черкесия. Для желающих запечатлеть себя на память в этот вечер будет оформлена фотозона. Мы ждем всех желающих с 4 часов по адресу Международная, 85. С помощью нового сервиса поступление в ВУЗ онлайн на портале госуслуги стало возможным поступить в ВУЗ дистанционно. Электронные заявления принимают почти 900 высших образовательных учреждений и филиалов на все формы обучения. Чтобы воспользоваться сервисом, у абитуриента должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах. Прием документов в этом году начнется 20 июня. В Черкесске активными темпами ведется подготовка к отопительному сезону. В первую очередь коммунальные службы занимаются капитальным ремонтом сетей теплоснабжения. Помимо ремонта и замены труб, они готовят к будущей зиме и котельные. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети» Вячеслав Аверченков. На сегодняшний день на данном участке от пересечения улицы Комсомольская до улицы Первомайская 27 уже практически завершены земляные работы в рамках капитального ремонта сетей теплоснабжения. Характеристика тепловых сетей на данном участке – это теплотрасса диаметром 426 мм, общая протяженность 195 погонных метров. Еще в рамках капитального ремонта мы планируем заменить два участка тепловых сетей. Это от пересечения улицы Октябрьская-Леонова до пересечения с улицей Грибоедова 127 погонных метров, теплотрассы диаметром 273 мм. И от пересечения улицы Леонова-Грибоедова в сторону многоквартирного жилого дома номер 25А по улице Грибоедова, теплотрасса диаметром 325 мм, общая протяженность 97 метров. В этом году общая протяженность подлежащей замене составляет 419 метров. В данном случае, на данном участке земляные работы не составили особого труда, поскольку пересечений с инженерными коммуникациями минимальное количество, работал большой экскаватор. А сама замена труб в части сварных стыков, просветка стыков, поскольку это магистральные тепловые сети, это трудоемко и затраты. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой презентовали книгу Иссы Алима Мчуева «Багаряный рассвет». Это поэтический сборник, книга воспоминаний воина-интернационалиста о боевом братстве, героизме и храбрости простых советских ребят, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане о горечи потерь, вере и надежде. Детская образцовая студия национального танца «Таулу» получила дипломы первой степени, а танец «Кара Денис» завоевал гран-при конкурса «Кароли танцпола». Международный хореографический конкурс «Кароли танцпола» прошел в Ростове-на-Дону. Наша студия представила четыре танца. Это хореографическая постановка «Эльбрус», танец «Дети гор», дагестанский танец «Рутуль-Аварский» и турецкий народный стилизованный танец «Кара Денис». Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесии присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Полицейские собрали груз, состоящий из продуктов питания, лекарств, одежды, игрушек и предметов гигиены. Закупленные товары были расфасованы, упакованы и переданы в пункт приема гуманитарной помощи в Черкесске для дальнейшей отправки нуждающимся. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что с 1 июля этого года начинается регистрация хозсубъектов в системе прослеживаемости зерна. Об этом рассказала старший государственный инспектор управления Светлана Зорина. Начиная с 2022 года, продать зерно на территории России, экспортировать или импортировать его будет возможным только после регистрации в системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Государственный мониторинг будет контролировать объем и качество зерна от поля до потребителя. Это позволяет российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности. Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. С 1 июля этого года регистрация в системе добровольная, а уже с 1 сентября предоставление данных станет обязательным. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Амаль Агержаноков стал бронзовым призером Кубка России под хэквондо среди мужчин и женщин весовой категории до 68 килограммов. Состязания проходили во Владивостоке. Данный старт является отборочным на всероссийскую спартакиаду среди мужчин и женщин, который состоится в последней декаде августа в Москве. По результатам Владивостокского Кубка и прошлогоднего чемпионата России на всероссийскую спартакиаду также отобрались Маргарита Алиева, Александр Есипов, Амина Хотова и Валерия Комышева. В Краснодаре завершился второй этап летней спартакиады учащихся России, по итогам которого спортсмен из Карачаева-Черкесии Даниил Агамян завоевал 4 медали, в частности серебро в личном многоборе и 3 золотые медали в таких видах, как вольные упражнения, упражнения на коне и перекладине. В общекомандном зачете республика заняла третье место. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 23. В горах местами до плюс 14. В горах республики свыше 3000 метров лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия. До новых встреч.